Всем здарова, всем привет! Джичбуреч! Это новый выпуск Еды Человека. По пути! Заехал по пути, остановился в пятерочке, хотелось что-нибудь попить вкусненького такого. И купил я вот такие напитки. Джуздринг, фруктовый напиток. Ну на самом деле, сока тут, конечно, наверное, я не знаю, только запах от сока. Его Вельта Пенза выпускает, чуть ли не единственная в нашей стране, которая выпускает напитки Алоэ. Ну, помните, я уже делал несколько выпусков Еды Человека, где рассказывал про различные напитки с Алоэ. Я очень их люблю. Они пришли к нам из Кореи и их быстренько научились делать у нас в России. Вот Вельта Пенза, молодцы вообще, парни. Но, к сожалению, по вкусу, конечно, они сильно уступают. Сильно уступают оригиналам. Вот, Джуздринг, вот есть Мелон. Так, тут у нас Мелон, это, я так понимаю, дыня. With Nata de Coco. Короче, всего существует три вида вот таких вот напитков. Это розовый. По-моему, там, я не помню, как называется, фрукт. Какой-то экзотический такой колючий фрукт. Ну, не дуриан, а какой-то другой маленький такой. Там, по-моему, клубника и вот этот фрукт. Он такой тоже вкусный, похож чем-то на шампунь. Его сейчас просто не было. Тридцать девять рублей они стоят в пятерочке. Были раньше по акции двадцать девять, вот это идеальная их цена. Когда они стоят сорок девять, то есть полтос, за вот такую маленькую бутылочку, это до хрена, это очень дорого и вообще они близко того не стоят. Двадцать девять рублей, отличная стоимость. Здесь написано ЧУЗ пять процентов, то есть якобы пять процентов сока. Огромное количество всяких химоза здесь, прямо очень много. Поэтому даже читать не буду, тем более я за рулем, как вы сами должны понимать, еду по населенному пункту, по трассе. Мне некогда тут вчитываться в маленькие буквы. Я просто хочу попить, насладиться вкусом и рассказать вам свои впечатления. Это у нас получается вкус дыни, написано мелан, такая зелененькая и с кусочками якобы кокоса. Вот, это у нас манго, манго, манго тоже, типа тоже с кусочками кокоса, тоже пять процентов, тоже там плавают такие кубики, вот, в том розовом, там, а, личи, личи, вспомнил, как называется, тот фрукт. Личи, он такой розовенький, тоже вкусный, похож по вкусу на шампунь. Больше всего мне нравится, о, лошадь, лошадь. Ладно, не буду показывать. Классно, ребята, вообще на телеге. Какой-то мужик с женщиной едут на телеге через всю дорогу. Ну, как-то, мне кажется, здорово. В своих краях на телеге еще такая погодка, знаете, осень. Вот, видите, наверное, за окном осень. Когда немножко подморозило, а сегодня такой солнечный денечек, облака. Снега нет, сухо. Ну, прям классно. Жалею, что резину переодел раньше, на недельку раньше, чем можно было еще ездить. Ну, так вот, вернемся. Здесь везде такие кусочки якобы кокосового желе. То есть, вроде как, это кокосовое желе. Квадратные такие белые кусочки. Они вот в зеленом кажутся зелененькими. На самом деле, они просто белые. В том розовом, который из чили, они такие тоже белые, по сути, да? Ну, вот. И бонусом я хочу рассказать вот о таких напитках. Их тоже три. Тоже чуз-дринг. Здесь семена базилика. Видите, такие они. Не знаю, насколько видно. Вот такие плавают там семена базилика. Базилика вместо кусочков вот этого кокосового желе. На самом деле, вкусы немножко разные. Вот здесь гуава. Вот здесь вот гуава с базиликом. Потом тоже есть манго. И третий какой-то есть тоже зеленый, но он мне особо не нравится. Вот. У этих самый вкусный, вот мой любимый, это с гуавой. Что хочу сразу сказать. Несмотря на то, что это стоит все 39-29 рублей, за 0,33, по-моему, или даже 0,25 здесь все, а, 300 миллилитров. Да, объем 300 миллилитров. Вот я прочитал. Рискую собственным здоровьем, между прочим. Встречка, потому что идет, изгиб дороги. Не делайте так, не повторяйте. Вот. Но, что я хочу сказать. Все это, несмотря на то, что это конкретно химоза, довольно вкусные напитки. Но, и как бы, не только но. В этом весь прикол, что вот эти кусочки якобы кокосового желе, хотя это, конечно, не кокосовое желе, а просто какая-то химоза-химоза, они прикольны тем, что не только пьешь, только как будто еще и ешь. Ты жуешь их во рту, эти кусочки желе, соответственно, вкус усиливается. Вкус усиливается, потому что ты не просто набрал в рот и проглотил, получается, как обычную жидкость, сок там какой-то, еще что-то. А ты как бы за счет того, что жуешь, держишь вот этот вкус, вот эту жидкость вкусовую во рту дольше, и из этого кажется вкуснее. Кажется, когда ты выпиваешь такую маленькую бутылочку, что ты больше наслаждаешься вкусом. Вот. Сразу хочу сказать, что в Ашане продается, вот точно такой же, вот в таких же бутылочках, напиток называется мангу. Он тоже есть розовый с чили. Короче, тоже их там пара, тройка вариантов. И аналогично, это какой-то оригинальный, по-моему, корейский напиток, аналогично он тоже с кусочками желе, но он значительно вкуснее. Это совсем другой напиток. Тот напиток, правда, стоит почти 80 рублей, но это очень дорого, поэтому только по суперакциям каким-то, я не знаю, кто его покупает там, за 80-90 рублей такие маленькие бутылочки. Но там желе, оно жуется, оно как будто, знаете, кусочки фруктов ты ешь. Как будто ты ешь кусочки фруктов, оно вкусное, фруктовое, с ярким фруктовым вкусом и жуется. А потому что здесь главный минус, это то, что это желе на самом деле жиет. Просто какая-то химическая субстанция, которая сначала жуется, но полностью разжевать ее не получается. Ты ее жуешь, и остаются такие белые сгустки, вот какой-то вот этой химозы, которые я потом просто выплевываю. Я почти все вот эти кусочки не проглатываю в углевую, потому что я понимаю, что они скорее всего даже не переварятся. Как будто пакет, обычный полиэтиленовый пакет, вот если жевать, то вот что-то вот в этом роде. Так, смертельный номер, там еще в акта обгон идет. Открываем. Хочу сказать, кстати, отметить вот тот момент, что они всегда налиты все прямо вот по самое горлышко, поэтому когда открываете, гудки очень аккуратные, видите, прямо по самое горлышко, ну то, что это вкусно, это реально так. Прямо сейчас я даже больше люблю именно эти напитки, чем алоэ обычный. В обычном, кстати, алоэ, кусочки там якобы алоэ, на самом деле тоже какое-то желе, они тоже, они жуются и значительно вкуснее, чем вот здесь. Здесь это просто... Я понимаю, что это неприятно выглядит, но это просто какая-то химоза. ну вот, видите, у меня на пальцах. Я извиняюсь, я реально понимаю, что это неприятно выглядит, но это просто какая-то химоза, которая, ну, как бы, вроде бы жуется, но глотать не хочется, потому что она, ну, я ощущаю, что она как бы не переварится, не переваривается и не разжевывается до конца. Но если, если бы ребята вот из Вельты Пензы сделали что-то более вкусное, скажем так, да, вот эти кусочки алоэ, например, положили, которые находятся в напитке алоэ, они же его и выпускают. И там они нормально жуются и глотаются, и не вызывают вот такого вот опасения, что они не переварятся. Ну, это был бы вообще божественный навидок. Прям реально. Сначала они во рту чувствуются, как будто ты жуешь, ну, не знаю, огурец, например, жуешь. Или, не знаю, кусочки какие-то маленькие кусочки дыни или еще чего-то такого, ну, вкусненького. Прям очень классные напитки, прям, ну, я их очень люблю. Единственный минус, это то, что по факту эти жующиеся кусочки кокосового якобы желе, когда ты жуешь, 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 ты потом понимаешь, что все уже, и вкуса не осталось, ничего. Просто какие-то пережеванные ошметки у тебя во рту, который не хочется глотать, потому что это ну, химоза какая-то. Я, конечно, проклатываю в итоге, но... А так это очень вкусно. Очень вкусно. Но вот те, которые в Ашане, маку, который называется, за 89 рублей, они вообще божественные. Они, не знаю, в 3, в 4, в 5 раз вкуснее, чем вот эта вот из пятерочки штука местного производства. Вот. Что я хочу сказать. Это, я считаю, важным моментом. Но они стоят, конечно, в 2-3 раза дороже. Вот этот вот зеленый со вкусом дыни, он еще вкуснее, чем со вкусом манго. Ну, на мой субъективный взгляд. Розовый тоже хорош, они все хороши. Но зеленый мой самый любимый. Это, знаете, непонятно, почему вроде дыня, да, а зеленого цвета. Блин. Неровная дорога. Придется все-таки держаться за руль. Оп, оп. Такой, типа, не знаю, серпантин небольшой. Такой ядрено-химический вкус дыни. Очень сильный. Конкретно, вот в жизни такая, так дыня сильно не пахнет. Ну, хотя бывает тоже очень ароматные дыни. За счет кусочков этого желе у тебя создается ощущение, как будто ты сам ешь дыню. Это очень вкусно. Но все портит то, что потом на зубах вот эта вот шняга остается. Я понимаю, что это неприятно. на камеру то, что вот это показывает. Но зато все максимально честно и открыто. Это близко не реклама вот этой шняги. Если бы они сделали тут нормальные кусочки алоэ того же самого, как у них сделано в алоэ, то это было бы вот в разы круче напиток. алоэ. А именно потому, что они сюда пакет вот этого полиэтилена у нас ругали. оно все портит. Алоэ. что это я им показываю. То палец кверху тянул, то бутылку показываю, да. Вот эти все напитки они тоже очень вкусные. Но что я вам хочу сказать. Вот эти семена базилика практически не ощущаются. они там что-то как-то во рту где-то как-то плавают. Но какого-то вкуса они не дают. Каких-то ощущений как будто что-то жуешь действительно на зуб поймать вот эти семена базилика невозможно. Поэтому я думаю, что они больше для красоты нужны. Вот что они плавают, да. Типа ты пьешь не просто что-то такое очень жидкое как вода. А что-то такое поинтереснее поинтереснее. Хотя честно тут только вкус важен вкус. Сами семена базилика вообще никак ни на что не влияют. То есть это напиток значит на хуже. На мой взгляд ведь покупаем его только из-за вкуса и каких-то органолептических вот этих необычных ощущений что ты вроде и пьешь и ешь одновременно в этом фишках. открываем следим за дорогой опасный поворот здесь почему-то вот все время такая фигня может просто почему-то все время замечается именно в такие моменты что едешь-едешь прямая дорога ни одной машины обязательно как опасный поворот какая-нибудь такая вот неприятная дорожная местность да рельеф какой-то обязательно машина встречка честно напоминает даже какое-то вино вот эти семена базилика ну нет вкуса входит совсем жидкая получается эта штука просто какой-то напиток не газированный кстати огромный плюс что они все не газированные потому что я не люблю газированные напитки семена базилика конечно получается поймать на зубе иногда они как-то так скрипят там на зубах хрустят так своеобразно но честно как-то что вот с семенами базилика что без них они как-то не очень сильно добавляют ну интереса что ли это просто прикольные на вкус напитки кстати говоря здесь написано что сока 10% то есть в два раза больше чем в предыдущем возможно да химоза здесь немножко поменьше ну там совсем немножко но вот именно какой-то экспириенс ощущения какие-то да что-то интересненькое от того что ты пьешь эти напитки значительно больше ты получаешь когда пьешь именно вот эти вот кусочками кокосового желе чем с базиликом с базиликом просто напиток не напиток ну да вкусный ну да немного необычный но в целом ничего такого ну ладно не буду затягивать уже 16 минут прекрасно с вами я прокатился рассказал о напитках которые сейчас больше всего мне нравятся пятерочки потому что это не сок от сока почему-то бывает изжога они какие-то слишком сладкие тоже все знают что это просто химоза а тут что-то интересненькое необычное и кстати вот в плане того чтобы напиться это как и все соки ну на самом деле плохая тема потому что через какое-то время тебе снова хочется пить это не вода воду пьешь и напиваешься она удаляет жажду эти все напитки они только для вкуса по сути но если сравнивать с соками то во-первых обычные соки как-то уже приелись а это как-то что-то новенькое это первое второе они не газированные то есть это не как газировка от которой как-то в животе бывает нехорошо но мне если честно не нравится это что-то необычное и довольно круто что-то газировано и при этом при всем охлаждают за счет того что они содержат вот такие желе вот эти семена базилика именно такое ощущение что ты пьешь и прохладненько это что-то значительно больше вот именно вот этих напитков чем соков ладно всем пока пишите что вам нравится из таких необычных напитков ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч пока до скорых встреч пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...